Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект Дом-2 покинули сразу 4 участника. За Катей Кузнецовой пришел ее бывший парень и забрал ее с проекта. Также ушли Таня Графова, Андрей Сухин и Артем Жуков. На Сейшельских островах очень тревожная обстановка. Все дело в тропическом циклоне Феллинг. Власти некоторых островов объявили чрезвычайное положение впервые за многие десятилетия. И, как уверяет Майя Донцова, если так пойдет и дальше, то площадку на Острове Любви придется закрыть. А участников и работников проекта спешно эвакуировать в Москву. Алексей Чайчиц рассказал, что в последнее время читает очень много книг о женщинах. Он хочет научиться их понимать, сопереживать им. Хочет доказать, что он не эгоист и не нарцисс, как его называют подписчики. Новенькая Даша Лэмарь уже прилетела на Остров Любви. Ей нравится Саймон Морданшин, но парень не ответил ей взаимностью. На внимание Саймона претендует еще и Марго Овсянникова. А Рай Чайбанян и Саша Шева объявили себя парой. Они заехали на виллу. Многие считают, что это удачная пара и ребята подходят друг к другу. Проект покинул и Кевин Кузнецов. Он решил уйти сам, потому что не смог построить отношения на Острове Любви. На недавние съемки программы «Дом-2. Разбор» приехало очень много бывших участников. Это Оля Солнцев, Инна Воловичева, Рима Пинжиева, Рустам Солнцев, семья Салибековых, Катя Колесниченко. Они были счастливы поностальгировать. А Андрей Черкасов уверяет, что «Лучшее поколение Дома-2» – это именно участники 7-10 годов. В то время у передачи был самый большой рейтинг, и имена этих участников помнят до сих пор. Алексей Купин унизил Сашу Черно. На одном снимке он держит девушку за огромную складку на животе и вовсе улыбается. А во втором случае выбран очень неудачный ракурс. Зрители не понимают, почему Саша разрешил опубликовать такие снимки. Майя Донцова опубликовала свое детское фото. Она рассказала, что в детстве ее все называли «Мартышка». На Сейшелах уже находится Юлия Ефременкова. Девушка немного изменила образ, обрезала свои длинные волосы, сделала каре. Она грустит, потому что на острове оказалась без своего любимого. Ольга Бузова получила еще одну премию. Ее признали лучшим клубным артистом в стране. Бузова продолжает покорять медиапространство, а теперь она появится на канале СТС. В новогодней программе она появится с двумя номерами. В одном вместе с Ольгой выступят ее собаки, а в другом Бузова станет няней для мышат. Она перевоплотится в Мэри Поппинс. Ксения Бородина поделилась с поклонниками большой радостью. Она приобрела авто стоимостью 10 миллионов рублей. Это Mercedes-Benz G-класса. Бородина давно хотела именно такую машину – Геленваген. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!